Осенняя защита будущего урожая в наших руках. Если ваши яблочки в этом году оказались червячком, вы должны знать, зараза пришла еще прошлой осенью. Здравствуйте, друзья! Поэтому этой осенью мы не оставим шансов никакой плодожорки. И поможет нам в этом великолепный помощник. Бактерия Bacillus turingiensis. Основа таких биопрепаратов, как липидоцит, битоксибацилин и широкой линейки препаратов Profit. Во вселенной сельского хозяйства постоянно идет борьба темных и светлых сил, борьба с вредителями, которые уничтожают наш урожай. И один из самых эффективных, конечно же, способов борьбы с вредителями, конечно же, химия. Но очень часто, ударяя химикатами по заразе, мы очень сильно бьем по своему здоровью. И тут на помощь нам приходят биологические препараты. Сегодня я вам расскажу о препаратах на основе Bacillus turingiensis. Вернее, как они работают. И что самое главное, что эти препараты очень хорошо использовать именно сейчас, осенью, в конце сезона. Bacillus turingiensis – это очень эффективный микроорганизм, который используется практически во всем мире в борьбе с вредителями. Осенью, когда погода уже становится шаткой, ночью очень холодно, днем еще иногда выглядывает солнышко и вполне еще себе тепло, листогрызущие вредители пытаются пробраться в укрытие. И именно в это время их нужно атаковать. А зачем они ищут себе укрытие? Да, конечно же, для того, чтобы перезимовать. В этот период вредители особенно уязвимы, а бактерия наиболее эффективна. Именно такой теплой осенью вредители ищут участки, где могут укрыться от непогоды и пережить холода, когда начнутся морозы. Подстилка, опавшие листья, промежутки между растениями – это все уютное укрытие для вредителей. И именно в таких местах вредители остаются зимовать. Если не предпринять меры для борьбы с этими вредителями, могут они превратиться в настоящую напасть для вашего сада или огорода. С помощью бактерии Bacillus turingiensis мы можем эффективно бороться с любыми вредителями, ползущими по нашим растениям. Эти бактерии вырабатывают очень специфические токсины, которые при попадании в пищеварительную систему ползущих, грызущих насекомых просто-напросто выключают эту систему. Бактерии умирают, по сути дела, с голоду. Ну а если эта бактерия попадает сама в пищеварительную систему, все это она делает там на месте. Итог один – вредители погибают. Ну а если доза съеденного, конечно, будет слишком маленькая, то эффект выражается в том, что паразиты и вредители просто-напросто не размножаются. А это тоже нам очень даже хорошо. Такие бактерии безопасны для окружающей среды, безопасны для человека, они не наносят вреда пчелам. Причем эти бактерии позволяют эффективно бороться даже с теми вредителями, которые уже перебрались в укрытие. Дело в том, что миграция является очень важным этапом в жизненном цикле различных вредителей. Сейчас, когда пока еще тепло осенью, они поднимаются по стволам, ползают по веточкам, ища укромные места, где перезимуют. А затем весной с первыми лучами солнца они поражают как листовые, так и цветковые почки. А затем, конечно же, мы получаем плохой урожай и гнилые яблоки. Кроме того, во время странствия своего они повреждают молодую кору и те листья зеленые, которые все еще остаются на дереве осенью. И вот тут, на пути этих всех вредителей, мы и раскладываем непреодолимые препятствия из бактерий и их токсинов, которые содержатся в вышеназванных препаратах. Ну, в принципе, как они непреодолимые? Конечно же, гусеница или червячок переползет через них, не заметив, но при этом насобирает полный рот смертоносных подарков. Обрабатывать нужно в теплые осенние дни раствором строго по инструкции к препарату. Ну, конечно же, сразу возникнет вопрос, о периодичности таких обработок. Это зависит от уровня заболеваемости ваших деревьев. Если в прошедшем сезоне плоды ваших деревьев не страдали от червяков, то обработка может быть только одна. Но если урожай значительно был испорчен, то предела совершенству нет. Рекомендуется проводить обработки каждые две недели, если стоит сухая и тем более теплая погода. Проще сказать, что нет смысла в обработке в дождливую и холодную погоду. И важно, что при постоянно сухой погоде эффект будет сохраняться неделями. При наступлении устойчиво низкой температуры это ниже 5 градусов по Цельсию. Обработку уже не стоит производить, она бесполезна. Очень важно, следует обрабатывать не только крону, но и ствол дерева, и приствольный круг. А если вы не полностью убираете листья на зиму, то еще и опавшие листья, ведь именно там наибольшее скопление вредителей. Что касается того, какие растения на участке следует обрабатывать, исключений нет. Это и кустарники, и деревья. Все те растения, которые остаются зелеными еще осенью. Это и ремонтантные сорта, малины, клубники. Все, что еще плодоносит, и все то, что на вашем участке регулярно подвергается порче вредителями. Ну вот, казалось бы, самые простые рекомендации, которые могут помочь вам получить здоровый урожай на следующий год. А я прощаюсь с вами. Не забывайте подписаться на наш канал. Желаю всем оставаться здоровыми душой и телом, и уж, конечно, без гнильца. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok